МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Временные ограничения до лучших времен. Муфтия Дагестана объявила о запрете ношения никабов на территории республики. Мурат Казиев освобожден от должности министра труда и социального развития Дагестана. Указ об этом подписан главой республики. В документе отмечено, что чиновник покинул пост по собственному желанию. Однако отметим, что Сергей Меликов в мае текущего года на послании Народному собранию подверг критике работу ведомства и обвинил его руководство в формализме. Я потом отдельно покажу ответ Министерства труда, когда к вам обратилась семья из Хасавюртовского района, у которой не 10 детей, а 14. И я вам покажу шаблон, видимо, стандартный, которым вы пользуетесь при ответе этой семье. О том, что вам ничего не положено. Ничего вам не положено. Хоть 14, хоть 15, хоть 22. И, честно говоря, мне вот эти ответы и эта работа с населением уже надоедает со стороны Министерства труда. Считайте, что очередное предупреждение по организации работы в Министерстве вы получили сегодня. Связана ли отставка Мурада Казиева с неудовлетворительной оценкой от главы региона, в официальных источниках не уточняется. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла церемония вручения госнаград. Мероприятие провел глава Дагестана Сергей Меликов. Среди участников герои, вставшие на пути террористов 23 июня. Дагестанские правоохранители и родственники погибших сотрудников и священнослужителей. Руководитель республики передал им ордена мужества, медали за храбрость и за проявленное мужество. После награждения руководитель региона провел отдельную встречу с родными погибших во время терактов в Дагестане. Я бы хотел вас попросить, чтобы вы в основном сейчас сосредоточились на вопросах детей, у кого они остались, и на здоровье старших. Поэтому, если кому-то нужна медицинская помощь, если кому-то нужно помочь с устройством ребенка, детский сад, школу, если необходимо решить вопрос по медицинскому обследованию даже тех людей, которые здесь не присутствуют, но являются членами ваших семей, вы, пожалуйста, обращайтесь, говорите. Все семьи наших боевых друзей, которые погибли, они на таком же контроле находятся у нас, и в МВД, и в правительстве, как и семьи погибших участников государства. Также глава Дагестана посетил в больницах раненых при теракте, чтобы лично вручить им государственные награды. Вторую почетную миссию выполнить, которая нам объявлена указом президента Российской Федерации от 25 июня, которым вы за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации бандитов, совершив террористический акт, награждены медалью за храм. Позвольте, я вам эту медаль вручить. Проверка на чистоту. В Махачкале проходят рейдовые мероприятия по заключению договоров предпринимателями с коммунальными службами на вывоз мусора. Накануне специалисты мэрии провели обход по проспекту Амитхана Султана. По результатам проверки составлены десятки актов и выданные предписания об устранении выявленных правонарушений. Подобные мероприятия уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Заключаемость договоров у нас увеличилась. Огромная работа проделана в этом направлении и результаты соответствующие. Чего не скажешь по работе с населением города Махачкалы. У нас сбор оставляет желать лучшего. Хотя с нашей стороны для удобства горожан мы открыли более 60 касс на территории города. Предоставили возможность дистанционно оплачивать услугу. Отметим, что мероприятие проводилось с целью обеспечения своевременного и качественного оказания услуг по вывозу мусора в центральной части столицы. Акция «Стоп наркотики». В Махачкале волонтеры закрашивают надписи на стенах домов, которые наносят наркодилеры. Были выявлены десятки многоэтажек с незаконными граффити, мимо которых проходят сотни людей. Тем, кто откликается на подобные объявления о работе, на первый взгляд кажущимися невинными, предлагают преступный бизнес – распространение запрещенных веществ. Рейд был проведен на улицах Хездроева и Энгельса по запросу самих жителей и сотрудниками отдела профилактических программ Министерства молодежи Республики Дагестан. Просьба ко всем жителям Республики города, а также молодежи, чтобы обращали внимание на данные объявления и закрашивали. И можете обратиться к нам, в Министерство подряд молодежи, мы поможем вам. Муфтия Дагестана объявил о временном запрете ношения никабов на территории Республики в целях безопасности. Решение будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Об этом сообщил заместитель духовного лидера региона Абдулла Салимов. Муфтия, ссылаясь на обращение Министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению Республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела Фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения. Пусть Всевышний сохранит всех мусульман от бед и смут, наделит нас терпением и укрепит единство. И к новостям спорта. Болеем за «Динамо» и оформляем карту болельщика. Новый сезон российской премьер-лиги стартует уже через две недели. Для посещения домашних матчей «Динамо» всем зрителям потребуется специальное разрешение. Без карты болельщика на стадион не попасть. Оформить ее можно во всех филиалах МФЦ Республики. Для любителей футбола пункт открыт также и на Анжиарине. Время работы с 12 до 20.00 без выходных. Накануне свой профессиональный праздник отмечали спортивные журналисты. По этому случаю представители региональных СМИ поздравил и наградил министр спорта Сажица Жидов. Глава ведомства поблагодарил работников пера и микрофона за освещение всех значимых событий с участием наших спортсменов и вручил отличившимся денежные премии. Среди награжденных был и наш корреспондент Курбан Рагимов. Кроме того, журналисты Ариб Аримов и Магомед Батыров отмечены новыми ведомственными наградами – медалями имени Магомеда Канаева. От малого до великого. Раньше книги читали, сейчас в телефонах все сидят, и бабушки, и дедушки. И от вашей информации, правдивой информации, подачи, как она должна быть, многое зависит. И по большей части нас спорят. Все любят и благодаря результатам, благодаря труду наших тренеров и спортсменов, нам сегодня есть много о чем говорить, много о чему радоваться. Поэтому вы самые передовые люди, которые это освещаете и говорите. Вам хочу желать успехов, ну, спорт всегда будет рядом, будет поддерживать. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин